всем привет сегодня вместе с вами мы сделаем вот такой вот небольшую игольчатую гвоздичку в преддверии такой знаменательной даты как 75 лет победы великой отечественной войны я думаю это будет очень даже актуально для оформления выставок фото выставок сцен для этого мне понадобится красный золон зеленый золон в этот раз он у меня светлый темный закончился так такой вот пластиковый гвоздик фен и горячий пистолет я уже заранее подготовила вот такой вот круг диаметром у меня 20 сантиметров всего их у меня 6 штук для одного цветочка мы его складываем пополам и еще раз пополам чтобы сформировать наш лепесточек прорезаем здесь не до конца и здесь каждую сторону также прорезаем на пополам еще один раз здесь сразу отрезаем чтобы потом было удобно одевать на наш гвозе пластиковый вот у вас должен получиться такой 8 листник сейчас мы сделаем можно делать хризантему либо как волной такой краешки либо зубчиками я решила сделать зубчиками вот таким вот образом это конечно муторная работа но думаю она того стоит зарезаем каждый лепесточек так вот должно получиться вот так вот у меня получилось все я обрезала края теперь начинаем формировать формируем с помощью фена сейчас мы нагреем полностью листик и вытянем серединку затем с помощью так же нагревания сформируем такую небольшую волну вот так вот у меня сейчас пока получилось один лепесточек таким же образом мы нагреваем каждый здесь у меня вот уже один я провала нечаянно но думаю когда мы будем собирать это не повлияет поэтому когда будете вытягивать будьте аккуратнее потому что очень сильно нагревается и так как здесь серединка у нас тоненькая можно легко оторвать вот так вот у меня получилось к сожалению здесь без одного лепесточка но вот такие вот целиком должны получиться для восьми листники теперь начинаем собирать его на бутончик на такой вот пластиковый гвоздик не знаю как он правильно называется здесь как вы видите есть оставила дырочки чтобы можно было легко воткнуть прозить здесь потом мы будем закрывать нашими чашелистиками с помощью горячего пистолета проклеиваем наш гвоздь на который прикрепляем первый листочек следующий листочек мы уже будем одевать так чтобы такой листочек получился у нас лежал между предыдущими точно также немножко клеем обмазываем предыдущий листик и одеваем второй всего у меня их 6 ну два немножко я конечно испортила ну как испортила их я буду использовать один семилистник а другой у меня пятилистник получился но их я использую сердцевину вот так собрала сейчас начну сердцевину склеивать таким образом начну сейчас скручивать и так каждый по порядку листочек начинаем поднимать держим подольше так получилось первый ряд у меня там было пять листиков всего приходим к другому их уже будет делаем более как открыто чтобы было чтобы не было такого чтобы они не были сильно прижаты чтобы у нас был раскидистый цветочек они собраны сильно таким же образом по кругу потихоньку собираем поднимаем наши лепесточки после того как бутончик мы приготовили переходим к чашелистиком вот из таких прямоугольников 15 на 10 сантиметров вырезаем и вот формочки складываем пополам в принципе как обычно на все другие цветы сейчас мы его с вами немножко затонируем и придадим форму тонировать я буду так же как в предыдущем ролике черным и коричневым черный коричневым пастелью буквально краешки только и вот делать я с одной стороны так как он у меня будет на стене если это делать на стоечку то конечно же надо будет тонировать с двух сторон и немного по-другому там еще чашелистики будут еще немножко маленьких нужно будет добавить здесь у меня пять чашелистиков таких крупных будут так 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 с помощью пены можно сделаем прожилки Таким образом формируем все 5 чашелистиков После того как наши чашелистики готовы, бутон готов, переходим к его сборке Пока я собирала бутон, я решила, что все-таки буду делать цветочек на ножке Для этого мне понадобится вот такая вот часть бутылочки пластиковая от 0,5 Я ее сейчас приклею Здесь я уже начала чашелистики делать, но передумала Ее нужно вот так вот сильно-сильно приклеить крепко Тут не жалея клея я сейчас буду клеить Потом мы это все закроем Сюда потом как раз-таки отверстие подходит для трубки Которую мы сюда потом вставим И это будет наш стебель Так, так-так-так, клей нагрелся Сильно-сильно промазываем Нам нужно, чтобы это хорошо все зафиксировалось Вот так получилось, зафиксировалось наш бутончик Теперь переходим к чашелистикам Их мы будем клеить прямо на эту, как на горловину Вот таким образом, внахлёст Только нам нужно клеить еще и здесь, чтобы закрыть наш баллончик Их мы будем клеить еще и здесь, чтобы закрыть наш бутончик И следующее мы будем делать уже вот так внахлёст Вот так у меня получилось Проклеила я все пять чашелистиков И чтобы здесь закрыть нам наши стыки Вот такие вот небольшие чашелистики я еще сделала Размеры у них, наверное, где-то... Так, сейчас возьму льмеечку, скажу Так, восемь на четыре Из прямоугольника восемь на четыре И вот прям вот эти вот стыки вот так вот сделать И будет наш бутон готов Вот так вот 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 Вот такой вот у меня получился наш бутончик Осталось сделать за малым сделать стебель Маленьких чашелистиков С помощью нагревания Маленьких чашелистиков В следующий раз